Главная просьба как педагогов, так и самих ребят, чтобы экскурсию для них провел благочинный Жадовской обители и руководитель спортклуба Пересвет Ерманах Тихон Кузнецов. Батюшка с удовольствием согласился. Началось посещение с рассказа о более чем 300-летней истории Жадовской пустыни. В 1714 году ей был присвоен статус монастыря. Много всяких там было, конечно, за эти столетия ситуаций. Главное, что Бог, как вчера, сегодня и в веке Он тот же. Матерь Божия, как раньше являлась своей помощью, и через свой образ вот этой Божьей Матери, так и по сей день являет этой помощью. Ребятам показали место на стене братского корпуса, где в 90-х годах прошлого столетия были явлены образы Спасителя, Божьей Матери и Николая Чудотворца. Это чудесное событие наряду со вторым обретением главной святыни всей Симбирской митрополии, чудотворной Жадовско-Казанской иконы Царицы Небесной. И послужило толчком в восстановлении монастыря. Дальше отец Тихон отвел ребят на холм, где располагается часовня. У него тоже своя трагическая история. Это обломки старого храма-монастыря, которые разорвали бульдозерами в 1969 году. Остатки церкви сгрудели, и получился этот холм. Теперь тут круглосуточно читается неусыпаемый псалтирь. Дальше экскурсия отправилась в главный Казанский храм обители. Батюшка рассказал о святынях, хранящихся в нем, и истории некоторых святых. Заодно пообщался с ребятами. Главный вопрос – что такое церковь? Я считаю, что дети, когда заходят в храм, они становятся немножко более другими, по-другому немножко смотрят на мир, задумываются, немножко начинают над своими поступками даже, как они поступают, правильно или неправильно. Во-первых, я хочу, чтобы у моих детей была вера в Бога обязательно, потому что это никогда никому не вредило, а только помогало. Дети должны в это верить. И мы, родители, спасибо нашим учителям, которые предоставили детям такую возможность побывать в церкви, поговорить с отцом Тихоном и посмотреть на всю эту красоту. Следующий пункт – спортивный зал клуба «Пересвет». Тут удержать ребятишек было уже невозможно. Многие из них собираются присоединиться к монастырской спортивной команде и начать тренироваться уже в ближайшие дни. Главное, отметил батюшка, рассказывая об истории клуба и его достижениях в «Пересвете» – это дисциплина и трудолюбие. А чтобы вовремя подняться, нужно сначала научиться правильно падать. То есть, когда падает человек, то есть, например, он группируется, и он отбивается, и в таком случае грудь не сломаешь. Также батюшка показал ребятам несколько приемов ударной техники. Мальчишкам и девчонкам разрешили поколотить по груши. А закончилась экскурсия на уличной площадке клуба. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.